18 лет При взгляде на счастливых героев компьютерных игр так и хочется оказаться в этом прекрасном виртуальном мире провести там отпуск и может быть остаться навсегда Но не дай бог очутиться там хоть на несколько часов За беспечностью и размеренностью жизни в этой яркой цифровой стране скрывается вселенское зло Оно тут же покажет свой звериный оскал намертво вцепится в горло и не отпустит пока не убедится в том, что вы либо мертвы либо лишились рассудка от страха Путешествие по ту сторону монитора не сопоставимо с жизнью Если вы совершенно случайно оказались там уносите ноги Умеющий искусно маскироваться в густых зарослях виртуальных джунглей зверь готов наброситься в любой момент Мы продолжаем экскурсию по пункт-камере цифрового зазеркалья в ближайшие полчаса Вам будет страшно и интересно В любом обществе существует табу нарушить которые мало кто решится В этом выпуске мы расскажем вам о самых строгих табу виртуального мира Не зря древние китайцы говорили Бойтесь своих желаний они могут исполниться Люди, неистово мечтающие о чем-то порой просто не готовы к последствиям исполнения своих грез Не зря монолитовцы оберегали артефакт от любопытных сталкеров Знали они, что этот магический предмет может наделать немало бед в руках невежд измученных зоной и оголодавших по обычному счастью Но одному сталкеру все-таки удалось наплевав на запрет монолита проникнуть на закрытую территорию и притронуться к чуду Несмотря на все предостережения стрелок загадал желание Человечество неисправимо Оно должно быть уничтожено То, что произошло дальше не могло бы присниться и в страшном сне Зона поглотила весь мир стерев с лица земли заблудшее человечество Это была кара за то что оно натворило в своей истории за то, во что превратилось и за тех детей которых породило Детей, не знающих никаких запретов готовых в любой момент нарушить табу Загадывание желаний у монолита в сталкер Тень Чернобыля сегодня открывает список самых строгих запретов игровой вселенной Дай мне власть над миром Власть, упавшая с неба как манна небесная нередко ослепляет Кратос бывший предводитель спартанцев продавший душу Арису в обмен на нечеловеческую силу а позже зашедший на пантеон богов однажды отвернулся от своих благодетелей Этот безумец несмотря на все предостережения Афины бросил вызов всему Олимпу и его владыке Зевсу Громовержцу То, что для смертных являлось строжайшим табу Кратос совершил даже не моргнув глазом Он в открытую выступил против богов Разгневать небожителей выжилов стать высшим правителем Эллады было неслыханной дерзостью За это бог войны был наказан Зевс обратившись орлом лишил выскочку силы небес а потом собственноручно вонзил в него меч Олимпа оставив умирать на греческой земле Кратос сгинул в Тартер и теперь ему предстояло пройти через все круги ада чтобы добраться до Моэр богинь плетущих нити судьбы только так он мог исправить то что сотворил и вернуться на Али Присполненный гордыней Кратос из Гадов Вор 2 возомнив себя высшим богом нарушил табу и встал на девятое место в нашем хит-параде Любой, кому дорога жизнь ни за что не станет употреблять в пищу незнакомое растение видимо такой закон был не писан американским подросткам из колледжа Фолк-Крик Эти горячие головы однажды увлеклись модным дурманом наркотик из пепла странного тропического растения мартифилия который молодые люди вдыхали получая дозу наслаждения после этого товарищи начали загадочным образом пропадать если бы они только знали на что способен этот цветок тропическое растение начало превращать их в отвратительных и опасных мутантов один страшнее другого каждый норовил уничтожить перепуганных до смерти подростков и лишь яркий свет мог остановить ужасных тварей ценой невероятных усилий над собой с помощью то и дело попадавшегося на территорию оружия и фонариков молодые люди как могли оставались в живых искушение цветком мартифилии которому поддались американские студенты из Обскюр 2 обернулась ужасной трагедией и заняла восьмое место среди строжайших табу виртуальности не переключайте канал через минуту вы узнаете что может случиться если не усмирить свою гордыню и поставить себя выше творца оставайтесь с нами бытует мнение что в виртуальном мире дозволено все но это не так там тоже существуют общепринятые нормы мы продолжаем рассказ о самых строгих табу по ту сторону монитор и сотворил бог человека по образу своему по образу божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их рождение человека это настоящее чудо неспосланное богом и никому кроме него не суждено дарить жизнь те кто пытаются обмануть творца стремясь создать живое существо или наделить человека нечеловеческими способностями совершают смертельный грех но людская гордыня неискоренима однажды ученые корпорации Амбрелла изобрели Т-вирус и решили с его помощью вывести новый тип существ то чем обернулись подобные опыты стало катастрофой сначала лаборанты начали превращаться в мутировавших зомби жадных до человеческой плоти затем страшная зараза вырвалась наружу превратив жизнь небольшого городка Раккун-сити в настоящий ад то в одной точке планеты то в другой начали появляться эпицентры эпидемий вызванных его штаммами еще немного и земля станет могилой для человечества так Бог наказывал людей за дерзость за то что они нарушили священное табу ставшее седьмым номером в сегодняшнем списке самых строгих запретов игровой вселенной в чужой монастырь со своим уставом не ходят это старинное правило стало нормой человеческих отношений тот кто отступал от нее на себе испытывал ужасные последствия этого шага когда люди в очередной раз нарушили табу ступив на планету ЕДН-3 с целью колонизации они поняли что совершили ошибку их появление были не рады гигантские твари именуемые акридами возмущенные вторжением непрошенных гостей объявили настоящую войну человеческой цивилизации монстры-аборигены обладающие колоссальной мощью и феноменальной силой беспощадно расправлялись с отрядами людей буквально выдавливали их со своих территорий человек мало что мог противопоставить этим чудовищам цивилизация людей опрометчиво вторгшаяся на чужую землю чуть не нашла там погибель кто к нам с мечом придет тот от меча и погибнет историческая фраза Александра Невского в очередной раз чуть не стала пророчеством оккупация оккупация в нарушении всех возможных правил планеты EDN3 в Lost Planet поднялась сегодня на шестую ступеньку хит-парада Фростморн проклятый рунный клинок изображение головы самого дьявола с горящими глазами на рукояти говорило о сатанинском происхождении клинка это был артефакт Нерзула величайшего короля личей заточенного внутри ледяного трона в клинке была заключена невиданная сила и тот кто брал его в руки получал безграничную власть но навсегда становился рабом короля мертвых однажды принц Артас мечтавший навсегда избавить людей от нежити взял проклятый меч то что произошло после стало началом заката лорда Рона наследник престола превратился в величайшего рыцаря смерти убив собственного отца он сокрушил лорда Рон железной пятой короля мертвых и провозгласил власть плети Фрост Морн поднятый принцем Артасом не только навис дамоклого мечом над будущим людей но и обеспечил World of Warcraft пятое место в хит-параде самых строгих табу виртуального мира фанатичная страсть к новым открытиям может творить страшные вещи это знал блестящий ученый Малькольм Бетругер когда обнаружил на Марсе останки древней высокоразвитой цивилизации знал но попросту наплевал на меры предосторожности бывшие жители Красной Планеты однажды разгадали секрет телепортации и оставили об этом немало свидетельств Бетругер решил своими силами повторить их успех однако в доживших до людской колонизации артефактах осталась масса предупреждений об опасности таких шуток таинственным образом путь телепортации проходил через настоящий ад населенный полчищами монстров Бетругер знал это но в пылу исследований пренебрег предостережениями и однажды сделал самый важный шаг в своей жизни Бетругер шагнул в телепорт с могущественным марсианским артефактом кубом душ в этот момент портал ада открылся и выпустил на человеческую колонию всю армию сатанинских тварей происходящее на научных базах землян не поддавалось описанию повсюду буквально из воздуха появлялись леденящие кровь порождения преисподней весь многотысячный персонал был обречен запрет наложенный древней расой на опасные эксперименты нарушенный одним дерзким ученым из ДУМ-3 стал четвертым в нашем списке гонки гонки из совсем скоро вы познакомитесь с тройкой самых строгих табу виртуальной вселенной оставайтесь с нами Существует 6 миллионов способов умереть. Один из них – нарушить одно из следующих правил. Прямо сейчас тройка самых запретных табу виртуального зазеркалья. Орден ассасинов – полумистическая организация тайных убийц, которая на протяжении двух столетий была ужасом для крестоносцев, посмевших вторгнуться в исконно-арабские земли. Энна получила безграничное могущество благодаря железной дисциплине, преданности предводителю и беспрекословному соблюдению кодекса. Всегда маскироваться, не подставлять братство. У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Каждый убийца обязан был выполнять три этих правила, составляющих кредо ассасинов. За нарушение правил ожидало жестокое наказание, подобное тому, которое постигла молодого Альтаир. Мир над тобой, Альтаир. Однажды на ответственном задании он нарушил все три правила. Убил невинного старика. Потом решил в открытую сразиться в храме Соломона с Рубером де Сабле. Нет, не надо! И, наконец, из-за него погиб один из его собратьев. А сам предводитель тамплиеров со своим войском напал на вотчину ордена. Башня Массиаф. Привезти заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Молодость и тщеславие заставили молодого палача нарушить священное табу. Кредо ассасинов из Assassin's Creed открывает тройку самых запретных табу по ту сторону монитора. Мафия бессмертна, но она не могла бы существовать без омерты, своеобразного кодекса чести, который чтил каждый член преступной семьи. Именно этим трем правилам мафия обязана своей живучестью, поэтому они сохранялись с особым трепетом. Основой основ являлся так называемый закон молчания, который каждый печоте чтил пуще Святого Писания. Без его соблюдения зверство и беспредел, учиняемый бандитами, были бы немыслимы. Кровавые перестрелки, жестокие расправы, вымогательство, контрабанда, криминальные группировки спокойно вели свой грязный бизнес, уверенный в безнаказанности. Всем было известно, что никто не смеет свидетельствовать против мафии. Но были смельчаки, которые начинали сотрудничать с полицией. Например, Томми Анджело. Он, проработав на семью Сальери почти 10 лет и устав от грязи, которую видел каждый день, решил стать законопослушным гражданином и выступил свидетелем на суде против криминальных боссов. Через какое-то время к дому бывшего гангстера подъехал автомобиль, откуда вышло два человека с автоматами. Мистер Анджело! Да? Мистер Сальери садит его. Так мафия наказала предателя, в очередной раз доказав, что у нее длинные руки. А Мерта из «Мафия» второе место. Самое строгое табу. Какое оно? Перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте еще раз вспомним весь свод виртуальных морально-нравственных правил. Открывает хит-парад самых строгих запретов игровой вселенной. Загадывание желаний у «Монолита» в «Сталкер Тень Чернобыля». Девятое в нашем топ-листе табу нарушил преисполненный гордыни Кратос из «God of War 2», возомнивший себя высшим богом. Искушение цветком «Мортифилии», которому поддались американские студенты из «Обскюр 2» на восьмой строчке. На седьмом месте ученый из серии «Resident Evil», решивший подняться выше самого творителя. Окупация EDN-3 в «Лост Планет» поднялась на шестую ступень хит-парада. Фрост Мор, поднятый принцем Артасом, обеспечил «World of Warcraft» пятое место. Запрет, наложенный древней расой на опасные эксперименты, нарушенный одним дерзким ученым из «Дум-3», стал четвертым в нашем списке. Кредо ассасинов из «Assassin's Creed», нарушенный Альтаиром, открывает тройку самых запретных табу. А Мерта из «Мафия», соблюдение которой обеспечило сицилийской организованной преступности феноменальную живучесть, остановилась в шаге от первого места. Ну а теперь приготовьтесь конспектировать, ведь прямо сейчас вы увидите то, что в виртуальной вселенной делать категорически запрещено. Некоторые истории лучше никогда не слышать. Некоторые секреты лучше никогда не выдавать. Некоторые шкатулки лучше никогда не открывать. Например, такую, как шкатулка Пандор. На протяжении тысячелетий она была тем, что защищала смертных от гнева богов. Все самое страшное, мерзкое и отвратительное было заключено в ней. И не дай бог кому-то было открыть эту коробку. Но среди людей всегда были невежды, чьи необдуманные поступки оборачивались самыми невообразимыми последствиями, грозящими человечеству большими проблемами. Чарльз Деккарт, вор, проник в подвал музея Нью-Йорка, где хранился диковинный предмет, и открыл шкатулку. В следующее мгновение земля погрузилась во мрак. Тысячи и тысячи оборотней, минотавров, грифонов, големов, кракенов, огненных драконов, ехидн, нари заполнили город. Зло вырвалось наружу, ознаменовав Великий суд. Человечество было наказано за свою гордыню. И выживет ли оно? Большой вопрос. Открытая, вопреки священному наказу, шкатулка Пандоры из Legendary, сегодня на первом месте нашего хит-парада. Мы познакомили вас с самыми строгими табу по ту сторону монитора. Но в игровой вселенной гораздо больше дозволительного, чем запрещенного. Об этом мы расскажем в следующих выпусках программы. Смотрите нас, и вам снова будет страшно и интересно.